Уважаемые коллеги, коллеги мастера, которые работают с мехом, с натуральным мехом, с норкой, с лисой, с песцом, с чернобурой лисой, с любым натуральным мехом, особенно те, которые работают с норкой, зайдите в швейку, зайдите в помещение, в котором вы работаете, оглянитесь по сторонам, вот оглядитесь по сторонам и посмотрите, что вокруг вас есть. Затем возьмите и соберите все шкурки, которые у вас есть в швейке, над которыми вы экспериментировали. Соберите их в одну кучу, посчитайте их и умножьте количество этих шкурок на цену каждой шкурки. И вы увидите цифру, которая, скажем так, выглядит неплохо. Чтобы этого не было, нужно знать технологию. Поэтому не надо изобретать велосипед, просто приобретите его, садитесь и езжайте. А теперь давайте начнем урок. Сразу перейдем к делу. Итак, перед нами шкурка. И мы видим, что мы хотим сделать поперечку. И мы видим, что от загривка и до огуска, она проходит у нас по ширине лекал, по ширине наших лекал. Происходит это вот так. Шкурка делится на две части, разрезается пополам. И одна часть идет на левую сторону, а другая часть идет на правую сторону. То есть это зеркалица. Но у нас с вами есть облапок, который находится вот в этом месте. Вот облапок. Вот в этом месте облапок. Это часть шкурки, которая непригодна в работу, она нам мешает. Этот облапок, вот в этой шкурке, у нее ширина 26 см, рабочая ширина. Но если мы возьмем ширину от облапка до облапка, то у нас получается 20 см. Если мы просто вот так обрежем, вот так и вот так с этой стороны, вот так, то с каждой стороны мы потеряем примерно по 3 см. То есть у нас 26 см превратится в 20 см. Ну, несложно посчитать. Вот. И если мы работаем с метровкой, то на метровку у нас пойдет тогда 10 шкурок. А если мы облапок обойдем, то в любом случае на каждой шкурке мы сможем выиграть по 2 см. 2 см на ряд. И теперь давайте посчитаем. 100 см длина шубы делим на ширину ряда 12 см. Если мы получим, то у нас пойдет в основу 8 шкурок. Сегодня в этом уроке я покажу, как правильно обойти облапок и при этом сохранить ширину шкурки. Вот эти с двух сторон по 3 см мы не сохраним. Но мы сможем сохранить по 2 см с двух сторон и при этом обойти облапок. Существует три способа обхода, как правильно обойти облапок. Я пользуюсь тем, который я вам сегодня покажу в этом уроке. Давайте начнем. Для начала намечаем облапки. То есть выбираем самая глубокая точка, до куда он доходит. Вот самая глубокая точка. Намечаем ее с одной стороны и с другой стороны. Самая глубокая точка, до куда доходит облапок. На шкурках на всех по-разному. Где-то глубже, где-то наоборот ближе к краю. Намечаем эти две точки. Переворачиваем шкурку. Мы их видим. Вот одна. Вот вторая. Вот две точки. Теперь шкурку нужно провести центральную линию точно по вам. Посередине. Проводим центральную линию. Старайтесь все делать очень чисто, без грязи, не черкать. Вот проводим центральную линию один раз. Один раз. Очень ровно, очень аккуратно, под линеечку, чтобы никуда ничего не съехало. Теперь снизу проводим себе еще одну линию. Она нам нужна будет. Лишнее обрезаем. Вот эти вот, что завернулось у нас после правки. Это обязательно нужно убрать, чтобы это нам не мешало. Итак, значит, смотрите. Вот здесь облапок не обошли. Если померить от подмышки до подмышки, 19 сантиметров. А на этой шкурке мы облапок обошли. Меряем в этом же месте. И мы получаем 24. То есть, если бы эту шкурку мы оснаравливали по облапку, мы бы потеряли с обоих сторон по 3 сантиметра. По 3 сантиметра. По 2,5, скажем так. А 2,5 сантиметра на 10 рядах нам даст 2 шкуры. То есть, мы, соблюдая вот эту технологию, сэкономили, во-первых, 2 шкурки. Во-вторых, мы обошли облапок. То есть, вот этих лысин, слабых мест нигде на шубе не будет. Большое спасибо и до встречи.